Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Людей встречают по одежде, а спектакли по декорациям. Как часто бывает, занавес только поднимается, а зал уже аплодирует под впечатлением от работы сценографа. И сегодня мы с моим гостем поговорим о радостях и проблемах художника музыкального театра. У меня в гостях патриарх отечественной сценографии Сергей Михайлович Бархин. Здравствуйте, Сергей Михайлович! Еще никто не назвал. Здравствуйте! Значит, я первая. Прежде чем начать нашу беседу сегодня, которая, конечно, будет не только о музыке, хочу спросить, как по-вашему, вот я задумывалась и не могла сама себе ответить, художник и сценограф – это две разные профессии, два разных определения. Потому что, ну, если задуматься, вот там сто лет назад или больше даже уже, спектакли оформляли Пикассо, Бакст, Гончарова, Бенуа, ну, это были великие художники, которые могли мастерски оформить спектакль. Ну, это вы сейчас говорите. А с точки зрения Гонзака, это не были великие художники, это было безобразие. Дело в том, что, во-первых, мы живем по западным законам, по европейскому. Но все же мы следуем за ними. Значит, сначала никаких художников не было. Спектакли перед вратами Котического собора были без декораций. Про греков я тоже говорю, это нельзя назвать декорациями. Но когда появились ярусные театры и Людовики, начался и музыкальный театр, драматический театр. Кстати, и Шекспир без декораций был. Собственно, даже в здании, не то что перед. И комедия Дель-Арт, да. Это все без художников. Художники взялись, когда появились большие сцены. А еще был минус. Тогда же были свечи. У вас живые свечи. Вы представляете, как можно было осветить. Вот Гонзага освещался свечами. Тюрьма хорошо выходила. Одна свечка на декорации и рампа. Все же спектакли были с рампой, то есть с нижним светом перед тобой. И вот сначала вершину держали французы. Поэтому вся работа, условно, скажем, художника называлась декораторой, декорацией. А потом, в связи с развитием света и конструктивизма, появились стройные декорации, которые оказались гораздо, ну, будем сказать, мягко моднее. Они, на самом деле, современнее. Хотя Пикассо писал, но в целом все развернулось в сторону стройных декораций. И они стали называться итальянским через Чехию, словом, сценографией. Даже сценография не просто стройная декорация, а которая еще в связи с изменениями сюжета или смысла пьесы, она еще сама меняется. Вот самый яркий пример сценографии – Любимовский Боровского «Занавес», который действовал сильнее, чем пьеса. Что есть минус на самом деле? Ну, не я буду судить этот великий спектакль и эту великую сценографию. А потом вообще и сценография, слово, стала уходить в сторону дизайна, поскольку пришла англо-американская мода. А там что такое? Дизайн, проект. В какой музыкальной среде жили ваши родители? Мама из семьи капиталистов, но она прожила до революции только лишь пять лет. Что было дальше, в основном не принимали даже в техникум ее. Так что не думаю, какая это среда была. А папа, поскольку дедушка был на Первой мировой войне на Кавказском фронте, они воевали на территории Турции. Он был полковником, кончив Академию художеств. И какое-то время они жили в Тифлисе. И папа дружил с Мелик Пашаевым. И вместе с Мелик Пашаевым они пели все оперы, оперные арии. И, видимо, папа был так способен к музыке, потому что я помню, в детстве он нам пел до слез. «Славное море священный Байкал» или «За борт ее бросает». После наших убогих песен про Щерса, который шел на Каховку, а вышел к Одессе или куда-то еще что-то, его песни были до слез. И он пел хорошо, без всякой гармошки, без всякой балалаки, без всякого фортепиано. Вы родились в семье архитекторов и закончили архитектурный институт, потому что сама судьба сулила вам и дальше строить, проектировать здания. Как в вашу жизнь все-таки пришла профессия театрального художника? Видите ли, в наше время думают, что я ушел из архитектуры, потому что плохая архитектура была. Я и сейчас на стороне хрущевской архитектуры. Ее бы не было, мы бы все погибли. Только благодаря этому у всех квартиры есть. Плохие, но есть. Меня тянуло к театру, потому что это был выдуманный мир. Я мог его фантазировать. Я помню декорацию Невинского к севильскому сирюльнику у Немировича Данченко. Я помню первое посещение после эвакуации Большого театра. Щелкунчик, помню место. Я даже когда работал в Большом, я приходил туда и гладил верхнюю часть царской ложи на каком-то из ярусов. Вот это место, я ее помню на ощупь. То есть мне декорация нравилась. Но ведь получается, что мы общаемся или с 19 веком, то есть Верди, Мусоргский, Чайковский. А если в драме, то это Корнель, Мольер, Шекспир. То есть это вершины культуры. А не с каким-то строителем, который разрешает тебе сделать на 10 сантиметров шире. Уровень общения совершенно другой. Потому что даже и как бы не хаяли режиссеров, режиссеры в театре, это все равно сливки, самые сливки общества. Можно рассказывать и про Растроповича, и Светланова. Много великих я видел и слышал. Но не могу не сказать, что только с Колобовым я был счастлив. И он, кстати, единственное написал про меня, что я якобы слышу музыку. Я в этом не верю. Но я рассуждаю. И вот первый спектакль, который мы делали с ним, назывался «Пират Беллини». Он говорит, пока мы развернемся, он только пришел в театр, и я только пришел в театр. Это театр Станиславского, Немировича, Данченко. Конец 80-х, насколько я понимаю, да? Да, 89-й год. А я говорю, давай сделаем спектакль, только очень простой. И вот тогда я понял, что хорошо выходит то, что просто и сильно. Поэтому первый спектакль, который мы делали с Колобовым, серьезный, и с Ольгой Ивановой, был Борис Гудунов. А в этот момент в Большом театре вдруг проводится, как назло, фестиваль Борисов Гудунова. Я смотрю, везде свет так изменился. Везде морщинистое небо на фоне морщинистых куполов, морщинистые соборы. Все детский лепет. Просто неправда, чистая неправда. Дело в том, что, обратите внимание, что еще до войны был очень слабый свет в театрах. Благодаря развитию попсы, рока и футбола, сейчас свет такой, который один прибор может выдать всю тряпку. Фактически тряпочные декорации не могут существовать. А именно тряпочные декорации давали возможность сменить 8 или 10 картин какой-нибудь силы судьбы. Или Бориса, или... Только тряпки, потому что танкеты поднимались, танкетами занимались всегда ботсмана, потому что театральное хозяйство пришло из корабельного. В 18 веке. Вот. В общем, говорю я колбу, уже... Мне почти приснилось. Сначала, ну, скажем, мы сделаем деревянный, серебристый, это новодеющий монастырь, когда просят его прийти на потом золотое, как оклады, золотое пространство, восшествие, венчание на царство, потом кочма. И все это преображается. Все время в подходящую... Ну, в общем, я придумал такой небольшой кабинетик, меньше гораздо этого, который вознесся выше людей, ну, скажем, на два с половиной метра. Могут люди встать по его форме, могут зайти внутрь, но он не мешается. Но вместе с тем сцена свободна. Это оказалось просто-таки открытием, которым даже я сам не воспользовался, но знаю, что это очень хорошо. Мы можем посмотреть фрагмент спектакля Бориса Годунова как раз? Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А Петербург ДimaTorzok Балет Балет Ромео Джульетту ДimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok это какой-то знаменитый японский режиссер придумал мировую Олимпиаду, как вот спортивный. Первая Олимпиада была в Токио, а вторую подхватил Шадрин. Шадрин – это председатель, но знаменитый человек, который, может быть, 50 лет является действующим лицом в театре, причем потрясающим. И была придумана Бакши какая-то театральная идея, где дирижер не должен был играть такой роли. То есть музыка свободна, они то хотят, то играют. Так как Бакши немножко в сторону Кейджа, то там были всякие музыканты, но во главе с Гедоном Крейнером и его кремератой Балтии там были диковинные трубы, какие-то шаманы сибирские. Это выдающийся был спектакль. Кто видел, сняли его очень хорошо, очень хорошо. Смотрим фрагмент. Алена Шварц снимала. Сейчас можем фрагмент посмотреть, пожалуйста. Бродил я в далекой чужой стороне. Без страсти не мучно кипит. Небесный отец не забыл обо мне. Без страсти не забыл обо мне. Без страсти не забыл обо мне. Без страсти не забыл обо мне. Когда я чувствую, я не знаю, что это было. Я не знаю. Я не знаю. КОНЕЦ КОНЕЦ Сергей Михайлович, а теперь по традиции нашей программы я должна предоставить возможность молодежи, которая нас слушает, задавать вам вопросы. Пожалуйста. У кого вопросы? Здравствуйте. Драматический театр не стоит на месте. Пишутся новые пьесы, ставятся новые постановки. И это большое пространство для творчества художников театральных. А вот опера занимается постановкой вещей, которые уже прошли испытания временем. Как вы считаете, в опере нужны новые декорации? Ну, я уже сказал, что мы живем, к сожалению, по западным законам, а не по законам партии или там... К сожалению или к счастью? Нет, это факт. Это не к счастью, не к сожалению. Это так вот есть. Оттуда приходит мода на все. Здесь нельзя даже стать поперек. В очень большой степени из-за того, что мы следуем за западным светом. Но я опять это обращаюсь к кому-то. Говорю, всегда необходимо послать десяток или двадцать человек хотя бы на двухгодичные курсы по свету. У них в каждом университете, а университетов там больше, чем штатов, выпускается каждый год десять художников по свету. А у нас два художника по свету. Фелестинский и из могилы. Все. Они очень хорошие, на западе работают, но нету школы. Спасибо. Дальше вопросы, пожалуйста. Насколько важна мода в театральных постановках? Должны ли быть декорации модными, идти в ногу со временем? Вот я бы хотел рассказать одну историю. Приезжает Владимир Викторович Васильев. Я работаю у него в Большом театре. Он руководитель художественного Большого театра. Васильев. Лучший наш, или даже мировой, или даже 20 века танцовщик. Он говорит, слушай, я вот из Парижа приехал, привез костюмы. Живанши сделал. Я смотрю, после, а только что еще были костюмы Версаладзе, нежнейшие такие, яркие костюмы для Жизели. Я говорю, ну, Живанши, так Живанши. Я принимаю решение, Володя, тогда нужно сделать, раз такие яркие костюмы, пепельные декорации. Там первый акт Жизели, там, значит, вроде деревушка такая романтическая, какая-то предальпийская. А второй акт у озера, где летают эти бедные балерины. Какая-то могила и какой-то хмурый лес. Вот и сделаем пепельно-пепельно-черный и пепельно-золотистый. А там цветные костюмы будут. Ну, сделали. Приезжает Юбер де Живанши. И он говорит, вы знаете, что мой дедушка делал декорации в Гранд-Апера. Я говорю, что же вы нам не сказали, не дали, мы бы сделали, как у них. Честное слово. А он говорит, не, а вы знаете, мне ваши декорации больше нравятся. Но она сделана под него, под его костюмы, так никто не делает. В общем, с тех пор я покупаю только одеколон Живанши. Хорошо. Спасибо. Ещё вопросы есть? Как вы считаете, какова главная задача театрального художника? Показать свою индивидуальность или же создать такие декорации, которые будут способствовать раскрытию актёрского образа и пониманию самого смысла пьесы? Нет, ну, ответ уже ясен, что он второй ваш вопрос. Это и есть ответ. Конечно, не показать себя. Но вместе с тем, ты должен что-то такое придумать. Я считаю... Я спрашиваю, а зачем она нужна декорация? Я знаю, что нужна. Когда приезжал западный балет без декораций, мне было просто неинтересно. Значит, я знаю, что она нужна. Почему? Она нужна зрителю. Но она должна быть скромной. Потому что, когда ты идёшь хоть по Лувру, хоть по любому музею, там шедевры... Ну, там ты проходишь быстро Леонард Давидович, потому что 200 японцев стоит. Там ты задерживаешься у Гои. То есть, короче говоря, мы даже в музее, даже когда никого нет в Пушкинском музее, мы останавливаемся у Матисса на две минуты, потом у Пикассо на одну минуту. То есть очень невнимательно смотрим шедевры. А здесь вдруг тебя привязывают к 18-му ряду кресла 6, есть прямо нитями. Ты не можешь ни встать, ни попить. Это жёстко. Поэтому очень должна быть она мягкая. Она должна быть мягкой, как природа. Что не очень назойливая. Твоя идея должна быть. Это трудно сделать очень. Но что же нужно? Я считаю, что нужно, чтобы декорация была такая, чтобы запомнилась. Потому что я всегда привожу такой пример. Вот девушка, которую ты впервые поцеловал. Ты ничего не можешь вспомнить, кроме того, что она была прекрасная. У неё были белые носочки с такой голубой каёмочкой. Потом ты помнишь её воротник, когда ты нагибался к ней. Вот волос как-то тебе зашуршал по щеке. То есть надо, чтобы декорация, а следовательно и спектакль запомнился. А я хотела спросить, какое влияние вообще на весь ваш творческий путь, сейчас уже вы можете об этом сказать, оказало ваше общение в юности с нон-конформистами? Во-первых, что человек должен идти поперёк общества. Как оказалось, это даже выгодно. Но не в том дело. Любое противоречие даёт плод. Любое противоречие. Что бы вы мне ни указали, министр, государство, что нужно сделать, я должен подумать, что, скорее всего, нужно сделать наоборот. Это не в смысле хулиганства, а что, ну, видишь, даже всем композиторам, и Муцовскому, и Чайковскому, всем государству, император, императорская дирекция давала указания. Ну, и Шостакович, и Прокофьеву, и Шнитке, и всем. Да, 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 заставляли вставлять картины целой в оперы. Они были поклонниками оперы, не как сейчас. Они все ходили, весь двор. Вот. Ну что же, мучились и писали. Но всё же нельзя по приказу сделать пиковую даму. Нельзя сочинить по приказу. Прежде чем говорить дальше, я хотела, чтобы мы посмотрели фрагмент постановки одного художника, который тоже был, к счастью, гостем нашей студии. Речь идёт о Роберте Уилсоне, который фактически ставит всё. Цвет, сценографию, саму постановку. То есть на нём режиссура, световое оформление, костюмы. И пластика, главное. Пластика и декорация. Театр одного художника, я бы так сказала. Даже не театр одного режиссёра, а театр одного художника. А я бы так сказал, театр одного. Театр одного. Хорошая формулировка. Вот посмотрим маленький фрагмент его постановки «Мадам Баттерфляй» в Пучине и продолжим говорить. Мне интересно, что вы скажете по этому поводу. «Мадам Баттерфляй» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Спасибо вам большое Про спектакли, оформленные моим гостем Уже не говорят, что это декорация или сценография Их называют пространством Бархина И ведь действительно, это целый мир В котором родились настоящие шедевры С вами была Сати Нескучная классика Субтитры подогнал «Симон»